Добрый вечер! Вы смотрите программу «Подробный разговор» и сегодня подробно мы говорим о детском спорте, какие в Екатеринбурге есть возможности для занятий хоккеем. Эксперт нашей студии сегодня по этой теме, тренер спортивной школы «Юность» Юлия Кузьмина. Юлия, добрый вечер! Добрый вечер! Кубок, международный кубок и у наших, у нашей сборной первое место. Да, все верно. Наша команда 2008 года «Юность» привезли медали и кубок в международном турнире. Это наша гордость, это наши ребята. Мы просто гордимся ими и рукоплещем их. Ну и извечное противостояние в хоккее «Россия-Канада» и здесь очко за Россией. Очко за Россией, безусловно. На этом международном турнире были представлены сильнейшие команды по группе ААА и в финале наши ребята победили со счетом 4-2. Но в финальной игре они проигрывали 0-1. Вот так вот, но дожали. Дожали, дожали. У нас есть кадры, как встречали наших спортсменов, как встречали наших ребят. Вот здесь самое главное, вы берете ребят с маленького возраста. Кстати, со скольки лет можно попасть в хоккей и вы рекомендуете начинать? В нашей школе, в ДОЦУК-Арене, набор детей ведется с 4 лет. Это самое маленькое. То есть на сегодняшний момент у нас занимаются детки 15-го года рождения. Хочу отметить, и не побояться этого слова, что у нас уникальный подход именно на начальном этапе подготовки. То есть вот как в муниципальных школах есть начальное звено, среднее и старшие дети. Вот так и у нас. 4-5 лет – это у нас начальная школа. Деток мы здесь лелеем, прививаем. То есть через игровые методики мы им даем всю хоккейную базу. Тренировочный процесс строится совместно. Тренер на льду и педагог. Вот, кстати, перебиваю вас, вот как раз наша команда возвращается, да? Да, да, да. Вот встречают родственники. Ну, на самом деле, это событие такое, да? Событие. Мы были 24 часа на связи. Часовая разница нас нисколько не смущала. Мы были в курсе. Кубок. Держит его Егор Шилов. Это капитан команды. Вот Россия, ага. Да, да, да. Там флаги Америки, Канады. Так, шарики дарили какие-то. Это родители. Это родители. Родители встречают, да. С криками, с аббузементами. У каждого медаль там, да, на кадрах сейчас? Да. Ну, а как настроение вообще? Вот это победа. Для тех, кто тренируется, это что вообще? Что означает? Это результат работы. Это планомерная сложная работа, ежедневная. Ребята много занимаются. У ребят очень разная программа, разносторонняя. То есть помимо технико-тактических тренировок. Вот, кстати, тоже элемент тренировки, да? Это как раз вот та тренировка? Это восьмой год, да. Это 2008 год сейчас упражнение «Кораблик» называется. То есть это вот та игровая тренировка, которую вы говорили? Да, сейчас показывают за ним. Едет мальчик, ему 6 лет. То есть у нас совместные проводят тренировки. Взрослый ребенок, ну, старший и чуть младше, 6 лет, ребятки, повторяют за ними упражнения. Это международные стандарты работы или это наш уникальный подход? Это наш уникальный подход. Это творчество тренера, это фантазия. Безусловно, есть определенные стандарты общепринятые, но все-таки зависит, что дает тренер, как он видит свою команду. Фантазия, творчество и интересная работа. В первую очередь отойти от монотонности и добавлять фантазии, интереса, чтобы у детей сохранялось желание идти на хоккей, заниматься. У вас даже сказочные персонажи на тренировках. Это вот как вообще? Это что за история такая? Ну вот я и говорю о том, что мы на начальном этапе подготовки все делаем через игровую методику. Тренеры у нас перевоплощаются. Они у нас бывают динозаврами, пиратами. В костюме? Да, мы одеваем маски, мы берем мячи, мы берем даже шарики пластмасса, это у нас бомбы. Мы играем в перестрелку, у нас есть поролоновые большие кубики. Мы догоняем, бегаем. Ну то есть, чтобы спровоцировать ребенка к действию, мы ему даем образ. Потому что у ребенка 4-5-6 лет до школьного возраста, у них наглядно образное мышление, у них процесс возбуждения преобладает над процессом торможения. Им очень сложно слушать долго нотации тренера, как правильно бежать. То есть, есть возрастные особенности, и важно подобрать правильный подход и программный. Все верно, все верно вы говорите. И именно вот этим мы отличаемся. Не побоюсь этого слова, из всех муниципальных школ города мы работаем именно так. Так, вопрос от нашего зрителя на номер 7-952-740-4141. Я слышала, что в студии хоккея, в секции хоккея есть йога и даже степ. Зачем? Все верно. Я еще раз проговорю о всестороннем развитии ребенка. Йога, она позволяет нам увеличить подвижность суставов. Например, когда тренер будет говорить, беги скорее, беги скорее, ну а у ребенка голеностопный сустав малая, подвижен, в этом нам помогает йога. Амплитуда броска, например. Есть в зале занятия, да? Да, это вот малышки. Вот я говорю о том, что разные. Посмотрите, как весело. Он быстрее побежит к кубику? Конечно, он побежит быстрее, потому что башню надо состроить. Здесь у нас разминочка идет. Вот наши тренеры сейчас играют войнушкой. Классно покидать, классно покидать в тренера. И вот с таким подходом, правдой и любовью, каждый тренер у нас подходит в тренировку. Вот позанимались, а теперь, пожалуйста, мы динозавры летучие. Мы бегаем и радуемся, и тренируемся одновременно. Вот так начинаются большие победы. Все верно, да. За рубежом и так вообще представляют Россию и Екатеринбург. То есть мы тоже там прозвучали, на бренд города тоже работаем. Да, да. Как совместить большую физическую спортивную нагрузку с учебой в школе? Этот вопрос как-то решается? Если говорить конкретно про 2008 год, который сейчас привез нам кубок, это у нас спорткласс. На базе школы организован спорткласс, который помогает им совмещать тренировочный процесс и учебный процесс. Это облегчает вот именно пребывание. Позанимались математикой. Побежали, да, списали друг у друга, побежали дальше. Ну, это ее шутрирует. Насколько большой хоккей – это затратная работа для всей семьи? Ведь если ты хочешь результатов, то вся семья должна в эту работу включиться. Как вы эту работу выполняете? Безусловно. Заслуга родителей очень важна. Это поддержка, это организация режима дня, организация питания. А сколько родителей времени проводят у нас на арене? А условия есть для этого внутри арены? Внутри доцук арены? Да, у нас очень все продумано. У нас на тренировочный процесс родители не допускаются, но у нас висят большие мониторы. В холлах организованно могут посмотреть родители всю тренировку. Также мы для… ну вот про начальное я скажу, что мы проводим открытые тренировки. Мы проводим игровые тренировки. Сейчас у нас будет новогоднее представление. То есть дети в костюмах. Вот эти все большие спортсмены с кубками начинают с космонавтов, петушков, там лягушечек. Вот они у нас ездят и ждут Деда Мороза. Какие еще критерии эффективности вашего подхода, комплексного подхода вы применяете? Как вы смотрите? Работает система, не работает? Когда мы внедряли именно на начальном этапе игровой момент, нам пришлось, безусловно, разговаривать с родителями. То есть вот вы сейчас придете… Не все поддержали? Мы понимали, да, потому что все приходят в хоккей, а к нам и ждут жуткости. А у нас, чтобы сохранить интерес ребенка, мы играем. Ляпки, догонялки, войнушка, все что угодно. И, ну то есть пришлось разговаривать с родителями. Когда это начало давать первые результаты, и родители увидели, что ребенок и тащит его на тренировку, а не папа, мама, вставай, пойдем, в 8 утра надо идти. Тогда родители пересмотрели свое отношение. Как мы это поняли, мы сделали анкетирование, мы провели опрос родителей, то есть что бы они нам еще пожелали. Это очень важно, когда совместно работаем, да, это очень важно. Ну и внутри школы у нас есть тестирование, то есть физической подготовленности детей и тестирование, ну как бы, ледовых тренировок, ледовых упражнений. То есть от чего мы начинаем и к чему мы приходим. Они, это для тренеров, информация для тренеров, верно ли ведется работа. Это все мониторится, создается база, и мы видим, и когда у нас вырастет победители. Паша Датсук? Да, может, кто-то другой еще? Да, может, и кто-то другой. Безусловно, мы будем видеть, что мы делали, из чего этот ребенок начинал. Датсук-арена в Екатеринбурге работает уже 4 года. Вот кроме есть достижения, есть победы. Это решило проблему льда? Нехватка льда – это тоже проблема, с этим мы сталкивались. Как-то это решается? Что изменилось после открытия этого спортивного комплекса? Ну, на самом деле, у нас на Датсук-арене два льда. Это большая поляна, где именно проходят все соревнования и тренировки старших возрастов. И маленький лед, где у нас вот все детки дошкольного возраста, вот они там вот в этом маленьком льду пребывают, тренируются, катаются. Безусловно, нам хватает. Да, ну, если бы еще было, где покататься, мы бы, наверное, и покатались. Если Екатеринбург станет столицей хоккея, то почему бы и нет? На открытом воздухе вы проводите тренировки? Если да, то почему это важно и необходимо? К нашему счастью, на юности есть массовое катание и каток. И Датсук-арена построила на этом катке свой корт. Отдельно? Отдельно. Он огорожен, где нам, нашим спортсменам, есть возможность в любое время выходить, играть в хоккей в закрытом, с клюшками, с шайбами. Это можно. Либо накатать объем по большому радиусу. То есть, смотрясь за дач, простраивается тренировка именно на открытом воздухе. Реплики наших зрителей. Все-таки ребенку 6 лет. Не поздно ли его отдавать в детский хоккей? Я думаю, что не поздно. Приходите. Мне кажется, самый возраст. Самый возраст. Сейчас просто родители все амбициозны в этом отношении. Амбициозно, и хоккей он молодеет. Если мы этого ребенка не заберем в 4 года, его заберет, например, плавание или какой-нибудь там другой вид спорта. Поэтому нам приходится разными способами зарабатывать детей и оставлять их в этом. Нам же нужно растить чемпионов. Что дает хоккей как вид спорта? Как он укрепляет здоровье ребенка и работает на хорошее здоровье? Ну, спорт, он прежде всего, это привычка самоорганизации. То есть, в этом плане спортсмен, он всегда в выигрышном плане. Конечно, спорт без травм не бывает. Это безусловно. То есть, это не поправить здоровье. Но вы как-то это компенсируете, если вы работаете, когда вы работаете с маленькими детками? Когда мы работаем с маленькими детками, безусловно, мы отталкиваемся от физиологических особенностей ребенка. Мы не нагружаем то, что ему не свойственно возрасту. Я знаю, у вас даже какие-то датчики есть, чтобы контролировать, как ведет себя организм ребенка во время тренировки. Да, все время. Но это уже для ребят постарше. То есть, у нас есть датчики полары, они прикрепляются непосредственно к каждому игроку. Проводится тренировка, и спортивный врач на планшете, у него есть программа, он отслеживает, в каком режиме, повышенном, либо в нормальном режиме работает каждый спортсмен. Если он выходит за пределы своей нормы, его возвращают и дают восстановиться. То есть, какая-то корректировка происходит? Корректировка, безусловно, да. Мы начали разговор с того, что наши молодые спортсмены, совсем юные спортсмены, 11-летние ребята, победили в Торонто на соревнованиях. Что дальше? Какая еще программа? Где еще будем выступать? Конкретно этой командой? Ну, есть информация, если у вас, да, то да. Эта команда 2008 года, они сейчас проходят отборочные туры на Россию. То есть, со следующего года они будут играть на России. А сейчас у них просто отборочные, в какую группу они попадут, либо сильнейший, либо во второй дивизион. Но мы теперь уже надеемся. Да, да, мы верим и знаем. Вот. А еще хочу сказать, что вот эта вот методика, вот эта правильность построения тренировочного процесса дает свои результаты, потому что за прошлый сезон у нас команды с 2007 по 2010 год на первенстве Свердловской области заняли первые места. Ну что ж, так держать, остается сказать. Спасибо. Держать темп самое главное, да, потому что спорт не бывает без разочарования. И в этом тоже учте. Спасибо вам большое, тренер спортивной школы юности Юлия Кузьмина сегодня была гостью в нашей студии. Спасибо всем за внимание и хорошего вечера на нашем канале.